доброго времени суток я приветствую вас на канале второй путь колесница сегодня мы смотрим с вами видео его мысли его мысли о вас сегодня скучает не скучает что хотел бы вам сказать да давайте посмотрим сегодня эту тему напоминаю что расклад общие позиции 1 поэтому смотрите начало есть есть резонанс и смотрите дальше если резонанса нет смотреть не обязательно договорились на штаж давайте смотреть подумайте о своем человеке загадайте его так давайте смотреть каких энергиях сейчас находится человек его энергии сейчас что человеку думает о вас его мысли о вас сегодня что человек думает о вас его мысли о вас сегодня скучатель человек включают и человек за нами знаете этот расклад мне кажется может смотреть и мужчины абсолютно смело, просто информацию на себя переворачивайте, и все. Скучает ли за вами человек? Что человек хотел бы сказать вам сейчас? Что человек хотел сказать бы вам сейчас? И что высшие силы хотят вам сказать по поводу этого человека? Не знаю. Любая информация, которую высшие силы хотят вам передать по поводу этого человека. Давайте смотреть, в каких энергиях сейчас находится данный человек. Человек куда-то мчится. Человек куда-то мчится. Мчится по делам, то есть человек доволен собой, доволен своей жизнью. Я не могу сказать, что под контролем. И при этом каких-то деструктивных программ не видно. Но мчится, знаете, как такое ощущение, что без остановочки немножко не совсем осознаешь, что происходящее. Вот как-то так. В этом движении отсутствует творческий поток, отсутствует творческая энергия. И в этом движении нет какого-то насилия над собой. То есть нельзя сказать, что человек, знаете, идет по вдохновению это делать. Нет. Нельзя сказать, что человек себя загоняет, знаете, в этот момент достигаторства. Нет. Просто человек куда-то, может быть, даже в прямом смысле слова, может быть, человек сейчас находится в дороге. Вот прямо физически в дороге. Может быть, человек находится, знаете, все мысли в делах, делает какие-то дела, но в каком-то абсолютно естественном темпе. Сейчас человек не останавливается, не думает о том, что... То есть нет там состояния философии, нет состояния, что это там какое-то творчество. Нет. Какая-то обычная, естественно размеренная жизнь. Вот я бы так сказала. Но при этом есть какой-то, знаете, то есть у человека темп такой просто. У человека темп такой. Он так живет, этот человек вот так, просто в таком темпе. Здесь нет того, что это сверх какие-то усилия и нет сверх расслабления. Нет. Здесь просто естественный темп человека. Человек вот как бы занят настолько делами, что он не сильно оглядывается по сторонам, но при этом человек себя чувствует очень хорошо, чтобы вы понимали. То есть это естественное, нормальное, здоровое состояние данного человека. Вот так вот. Если узнаете вашего человека, его энергии, продолжаем смотреть дальше. Если не узнаете, то смотреть не обязательно. Смотрим, что данный человек думает о вас сегодня. Хочется ему с вами взаимодействовать. Но при этом здесь присутствует опасность. Присутствует опасность. Здесь момент такой, да. Если вы женщина, то вы можете не подчиняться этому человеку. Человеку это не совсем может подходить. То есть женщина здесь может не подчиняться. А мужчина это не совсем как бы устраивает, да. Тайная связь может проходить, да, у кого-то. Опасность вообще, сама опасность в моменте тайной связи, да. То есть вы можете быть там сотрудниками на работе, вы можете быть какими-то, ну, в общем, любовниками, грубо говоря. То есть кто-то может быть здесь замужем или женат. То есть тайная связь очень может проходить. И знаете, как тянет по этой тайной связи, но в то же самое время чувствуется опасность. То есть человека к вам тянет, но этот человек ощущает опасность. Не очень как бы... Вот здравый смысл как бы тормозит. Здравый смысл здесь притормаживает, да. Сейчас. Что-то еще здесь есть у нас? Что-то еще есть. Ну вот человек понимает, что здесь как бы не выйдет каких-то таких отношений пары, не выйдет. Если они выйдут, то они будут какие-то не такие, понимаете? И человеку вообще не хочется думать о партнерстве. Ну вот именно о паре. Не хочется думать о паре. Вот об этом здесь речь идет еще окей. Скучает ли человек сейчас? Ну, значит так, смотрите. Можно сказать, что мужчина совершенно недоволен происходящим. Прямо ж какая-то здесь такая ситуация. Знаете, здесь нисколько там скучает, не скучает на то, что вы где-то в пространстве витаете, человек об этом постоянно думает. Он у вас так ощущение, что он вас постоянно видит, да. То есть вы как бы постоянно на виду. И вот прямо здесь немножко такой злости какой-то идет. Прямо злость идет такая, что... Знаете, он хотел бы соскучиться, да не могу. Потому что куда ни гляну, везде она. Вот такой вот идет. И здесь недовольство идет. Но при этом, знаете, вот прямо такие чувства совершенно разные. И при этом кайф. То есть ему нравится, что он постоянно вас видит. Видит он, может видеть в прямом смысле на работе, может видеть в социальных сетях, может видеть в своих фантазиях. То есть регулярно, да, вот грубо говоря, делает свои дела, а вы у него висите рядом, фоном висите просто, не может. То есть куда ни глянется, везде вас видит. То есть из этой серии, понимаете, тут прямо как какой-то навязченный образ. И получается соскучиться не успевает, потому что вы постоянно рядом в пространстве есть. И здесь идет такой момент, что это злится с одной стороны, и с другой стороны чувство прям кайфа, удовольствия от этого, потому что все равно, когда он на вас смотрит, получает здесь немысленное удовольствие, понимаете, наслаждение. И при этом как бы вот очень противоречивые чувства. Вот прям очень противоречивые, понимаете. Ну окей, что хотел бы вам сказать данный человек. Вот прям просто говорю посылами, такими посылами. Тебе не должно быть стыдно. Тебе не должно быть стыдно. Я не чувствую себя довольным. Я не чувствую, что все хорошо. Я не чувствую, что все нормально. Но я сейчас не могу ничего с этим поделать. Я сейчас не могу справиться с этой ситуацией. Мы не можем сейчас нормально взаимодействовать. Мы не можем дружить. Я сейчас пока не могу тебе помочь. Вот прям, знаете, вот такой посыл идет. Но идет, знаете, информация о том, что вот этот посыл, да, это как некое такое сообщение для вас. Вот это временное все. Я не буду сейчас смотреть, куда она идет там дальше, в какую сторону выруливает, да. Но, чтобы вы понимали, вот этот посыл, то, что сейчас происходит, говорит, я не знаю, по какой причине именно эту информацию сказали, передали, да. Но вот это все временная ситуация. Время, это изменится. Это сейчас так. Через там неделю, две или три ситуация совершенно...